Александр Геннадьевич Хакимов Добрый вечер всем! Как построим нашу встречу? Как это заключение строится? Очень хочется, чтобы... Мне очень хочется, чтобы мы могли поговорить на те темы, которые затронул автор. Один раз. Затронул автор – это Василий Малибин. На чем он строится? Что это? И мне очень хочется, чтобы зрители могли задавать вопросы. Один раз. Задавать вопросы у нас будет Николай. Он поднесет микрофон, вы можете поднять руку. Вот и в первую очередь, позвольте, задам вопрос я. Александр Геннадьевич, когда мы встретились с Вами шесть лет назад, одно из сильных таких слов, Ваших выражений, которые поразили меня, это то, что какую ответственность несем мы, создатели, кинорежиссеры, сценаристы, которые создают разные работы. Потому что сейчас кино, интернет – это все очень сильный инструмент, влияющий на сознание людей. И эта ответственность от того, что мы смотрим и что мы показываем, полностью ложится на нас. И, собственно говоря, благодаря этому выражению и родился наш фестиваль, чтобы найти то, что могло бы повышать это сознание. И вот эта работа, когда я ее услышал первый раз, понятно, что, может быть, она не очень хорошего качества, понятно, что ее не будут показывать в кинотеатре в общественном виде, в общественном таком видении. Но есть одна фраза, которая, мне кажется, требует того, чтобы мы могли ее обсудить. Насколько молитва, в которую мы обращаемся, она помогает людям, и от чего это зависит? Нет ли в этом какого-то потребительства, что нам плохо, и мы вспоминаем о Господе, и идем в церковь или обращаемся к священнослужителям. Насколько результат молитвы зависит от нас? Кто-то имеет опыт молитвы на метеорубле? Кто-то имеет опыт молитвы на метеорубле? И тут многие. Что же буду рассказывать? Ну, могу в общих чертах что-то сказать, у меня тоже есть опыт. Видите, тут какая ситуация, показания. Не просто, а критическая ситуация. Я помню, когда-то мне дали почитать книгу об Иисусовой молитве давно еще. И она называлась в записке странника отцу своему духовному. Что-то в этом неизвестном книжке. Не большая книжка. Это книжка, что-то, вот, читаем. Автор сам, который написал по себе вот свою биографию духовную о молитве. Она еще вышла до революции известных. Она буквально прогремела в России в то время. И после этой книжницы просто, наверное, миллионы людей стали практиковать Иисусовую молитву. А через короткое время перестали. Потому что не получили такого молитву, который писали на книжку. А там опыт невероятный. То есть, видите, не всегда молитва работает. То есть, еще зависит от того, кто эту молитву как бы его возносил. Как говорят, в окопах атеистов нет. В такие моменты критические. Мы видели, они сражались за роли, мы ели в этот фильм. Наше поколение знает этот фильм. Он сражались за роли. Это шоу, как он написал. Потом экранизация. Известищики на актеры там играли. Ну, такой реальный фильм о великой личной войне. Солдаты сражались. И там этот эпизод. Известный эпизод отведет. Арт-обстрел или бомбежка. Я не помню, его в окопах. Лежат вот эти боги. С ужасом. Ад показывает. Что ты же человек. И начинает молиться. Молиться кому-нибудь. Что молиться. Все утихает. И он так при себя. Что это я? Зачем? Хорошо, что я слышал. Коммунизм. Что с ним сейчас было вообще? В каком-то другом состоянии. Я забыл про коммунизм. Я забыл про капитализм. Я забыл. Я забыл. Я обратился к Богу. Другой пример. Мне рассказал один знакомый. Ну, я его хорошо знаю давно. Мой как бы друг. Но мы не часто общаемся. Он бывший полковный министер. А так случилось, что он стал духовным лицом. Представитель полковника, офицер. Стал духовным лицом. Мне рассказывает. Я, говорит, остановился там у одного храма. Монастырька. В Москве. Проезжал машину. За водой там. Через дорогу. Я вижу монастырь. И там сидит священник. Вы ставите их одежду. Видите, монастырь это у нас настырь. И он меня позвал. Потому что я в каких-то одеждах необычных. Говорит, ты кто? Говорит, ну я вот. Харикришна повторяю. То есть, что это такое? Ну я, говорит, молюсь с Богом. Вообще, говорит, я офицер. Он говорит, так я тоже офицер. Значит, в одеждах два духовника узнают друг друга, что они офицеры. И вот мой друг спрашивает, а как ты стал таким? То есть, в 12-й монастыряный лучший офицер. И он рассказывает историю Великой Отечественной войны. Это старец. Что они попали под ковровое покрытие бомбардировки. То есть, да. То есть, тотально, плановерно. Это применяется тогда, когда рассекреченная какая-то часть. Она рассекречивается. И вот туда называется ковровое покрытие бомбардировщиков. То есть, смешивается вот так вот методично. Все это поле, все это квадрат, землю. Все уничтоживается. Ковровое покрытие называется. Применяется тогда, когда рассекреченная какая-то область. Не в пустую. Большие затраты. И ведь мы собирались сделать удар. Это была секретная операция. Туда были собраны все наши силы, военные. И ждали команды выступления. И фашисты рассекретили, говорят, нас. И в какой-то момент мы увидели сплошь небо. Вот так вот гудит и мы понимаем. Все. Носколько. И начиналось. Как в том фильме. С бодрочеком. Все просто перемешивается. Вот так вот. Волна идет на вас. Понимаете? Вот эти бомбы рвутся. Рвутся. Все это переворачивается. Все разлетается в куски. И говорит, все бесполезно. Я офицер. Я знаю. Я понимаю, что происходит. То есть. Дело уже случая. И у меня в уме начинает ускоряться мысли. Знаете, да? В момент таких опасностей. Случается, что человек видит, как пуля вылетает из ствола. Видит. Глаза. Вот такой в уме. Там настолько ускоряется чувство и лук. Что за какую-то долю секунды человек может просмотреть всю свою жизнь. Вот это подмемя напряжение. И становилось случилось что-то такое. Потому что я понял, кто спасет, кто спасет, кто спасет. И спонтанно. Бабушка молилась когда-то у меня по-богу. И с детства я это видел. Слышал. Ни одной молитвы не знал, но видел. И это всплыло. Это эпизод из моей жизни. Бабушка молится Богу. Я папа на колене. И если ты там есть. И я, говорит, уже не помню, что я говорил. Но я хотел спастись. Это спастись. И только вижу. Как Бог. Я их вижу все. Входят в землю. Как у нас. Вот так. Вот земля поднимается. Вскучивается. Вылетает все. Вот эти осколки летят. И я, говорит, могу двигаться. Могу отворачиваться на эти осколки. 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 Что-то случилось. При этом, говорит, я нисколько не удивляюсь в том состоянии. Нет какого-то шока, извините, восторга, удивления. Я не думал о физических законах. Вообще ничего не думаю. Просто делаю свое дело. Он был контужен. Ни одного ранения. Ни одного заработка. Была контузия. Он лежал. После, когда все закончилось, там ходили санитары, с носилками. Скажали, что там еще осталось. Удивились. Мы смотрели. Целый лежит. Живой. Контуженный. На носилке. Самолет. Мы взлетаем. Это не конец истории. Это любое неконцение. Когда мы взлетаем, я думаю, ну, почему здесь Бог? Они вернулись. Мои привычные мысли не зря. Возможно, это какие-то способности человека скрытые. То есть, мои собственные способности, которые открывают в момент опасности. Это просто неизучная сфера. Но он, то есть, я стал их как подтвердить Богу. В это время, когда зенитная батарея изнутри сбила наш самолет. Попадали. Я в воздух. И что же. Все. Я покончился. Ты изменили. Я снова обратился. Говорит. Там было поле внизу. В поле было один или два стока съемок. В один из них упомянул. После этого я дал обещание Богу. Закончится война. Выхожу в место. Вот так вот, кстати. Эту историю, кстати, я описываю свои книжки. Макарна. То есть, этот человек, который писал эти записки, свой опыт, молитвы, он потерял жену очень рано. Он был объемом и умерла. У него отсохла одна рука. Был неработоспособный. То есть, он был, ну, как обречен на несчастную жизнь. У него не было планов материального счастья. Он потерял его уже. И в этом состоянии он описывает чудеса. Если мы, вот знаете, люди сегодня идут в ЗАГС. Расписываются. Женец. И они знают, вторая часть их подушария, мозг, знают, что если у них что-то не получится, в том же ЗАГСе они потом разведутся. Знаете, что это означает? Означает, что этого полного роста не будет. Они боятся тудиста. Они входят сюда и знают, что они из черного входа, если что угодно. У них нет ответственности. Вот. Если мы обращаемся к Богу в таком настроении, если ты мне дашь что-то, я поверю в тебя. А если не дашь, я не доверю в тебя. Я расторгну тебя. Молитву церкви. Он требует веры. Верой. Просто верой. Это только. Но фактов много. Она работает, и это тоже подтвердительство. Я думаю, даже здесь в этом ЗАГСе можно какую-то историю рассказать. О том, как это работает. Это экстремальный случай. Либо ты умираешь, либо ты возрождаешься, выбирая. А вот есть метод. Я, по-моему, занимался этим методом. Дыхательный упражнение. Он исцеляет любые болезни. Слышите? Любые. Но это не значит, что каждый может это делать. Я по-моему, все думал, что теперь, смотрите, у нас не будет болезненности. Сейчас каждому этот освоит метод. И каждому брону яму. Болезни не будут никаких. Сегодня никто не будет мерять. А нет. Работает только тогда, когда человек в критическом состоянии. Когда он либо должен умереть, либо воспользоваться последним методом. Но он работает вам. Потому что требует больших великых усилий. А мы не готовы. Мы готовы просто к обычной жизни. Ухо вставленное. Работа, отдых, работа, отдых. Работа, отдых. Работа. Мы не привыкли к сосредоточению постоянно. У нас, как бы внутренняя наша жизнь, не собрана воли к жизни. Другой пример. Это из наибрации. Пришла женщина. Я говорю. Меня к вам направил доктор. Доктор вам знаком. Я говорю. Что у вас? У меня прав 4 степени. Наверное. Что же ты делаешь на доктор? Почему? Он говорит. Потом отправился. Идите вот и духовному человеку. Вам уже медицина не поможет. Так прям. Я говорю. Пришла к вам. Заметка. Как это поможет. Я расстоялся. Как же я помогу. Ну, хорошо. Я сказал. Погодите жить. Пусть да. Я хочу жить. Я ее спрашиваю. Пристанься. Рядом у дочери с дружиной. Говорю. А зачем вот это тяжело? Дочь сильно удивилась вопросом. А женщина больная не удивилась вопросом. Она не удивилась. Не обиделась. Настую думать. И сказала. Я бы хотел еще. Можешь дочь. Еще бы уйти растут. Ну. Я еще. Хотел. Я сказала. Ну вы это уже делали. Вы вырестили. Дочери вы работали. Вы все это делали. А вот сейчас вы ничем хотите жить? Для чего? Вот здесь какая-то новая цель. Причина. Живтаж. Или уже все вы выполнили свое дело? Дочь уже взрослая. В принципе она может уже и без вас. Но скажите. У вас есть другая причина. Боря из этого? Она сказала. Подумав. Сказала. Я не знаю. Смысл жизни. Помогите мне. Скажите. Причем он жив? Я говорю. Вопрос. Интимный. Туда трудно вмешиваться в эту личную духовную жизнь. Навязывать что-то. Не знаю. То должны выбрать сами сердце. Вы кто христианка. Мусульманка. То как все считаете? Бутвельно знаю. Ну наверное христиан. Ну как много из них. Не борьбусь книги. Я не читаю священные. Ну. Поскольку растутся в России. Ну наверное христиан. Так в церковь иногда заходил. Переключился. Вон я. Ну понятно. Наше поколение жили в атеистическом учебнике. Параде. Нас мы не учили. Если вам ну хорошо. Сделаю христианку. Вот вам. Библия. Идите домой. Читаете. Замырки. Изучаете. Что вы сможете. Сколько хотите. И выбираете. Зачем вы хотите жить. И потом придите ко мне. Через три дня. Она пришла ко мне. Ровно через три дня. Я ее не узнал. Потому что. Она была жить нерадостной. Просто нерадостная. У нее было какое-то вдохновение. Когда я ему. Усердность. Она заговорила. Я поняла. Зачем я хочу жить. Интересно. Интересно сейчас. Домашнюю работу. Как она выполнила. Я ей ничего не говорил. Ни дождь. Она мне сама говорит. Я был настолько удивлен. Знаете. Это шокировано. Она сказала. Я хочу обрести. Любовь к Богу. Движ. 8-8. Это за три дня. Говорит. За три дня. Она выбирает. Самую возвышенную цель жизни. Самую. Самую. Человеку лица. Священную книгу. Все. Все ответы. Третий смысл. Любовь. 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 Большая. Божественная. Безграничная. Я была в шоке. Умр. Она была искренне смотрела на меня. И у нее была какая-то радость. С четвертой степени рака. Я говорю. Ну так-то так. Если это такой выбор. Вот. Я знал. Я не христианин. Я не практикующий христианин. Потому что я так и христианин. Но не практикующий. Мне другая идея. Это из-за практики. Но вот вам. Иисусова молитва. Я ее знаю. Потому что читал эти книги. И повторяете постоянно. Все. И она ушла в шоке. И у меня уехал в дух. По городам России. Полгода прошло. И через полгода. Мне пишет мой знакомый доктор. Про эту женщину. Он говорит. Произошло чудо. И она мне написала строчку. Сказала. Я благодарна этой болезни. Потому что я не жила в новой жизни. В новой настоящей жизни. Это примеры. Но все эти примеры обратите внимание в критических обстоятельствах. По расслабленной состоянии это невозможно. Как ей заповедь. Ни повторяйте мне Бога в суе. То есть это требует внимания. Глубокого внимания. Уважения. Почтения. Каким-то спорятения. То есть настройка перевозочная. И вот. В какой-то греческой ситуации люди говорят. Да. Вообще-то у меня все хорошо. Вот когда буду умирать. Я обращусь к Богу на священниках перевозчика как вас. Но хорошо бы получить подготовку в течение жизни. Жизнь это пристрижение законов мира. В которых мы живем. И путь это заканчивается. То есть в том, что это законодательство. Которое управляет от письма. Все. Это путь заканчивается. А начинается с физики. С химии. Закон стимирного тегротерия. Закон Дютона. Мы это изучаем. Как пользуются. Электростатические. Там всякие. Законы тоже существуют. Мы изучаем. 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 Потом как-то читаем. Изучал. 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 А потом говорит. Ооо. Так это разум. А это же разум. Посмотрите. Бесчетное количество песчинок. И он увидел. Что это все оказывается не случайно. Не случайно. Космос. Планеты. Солнце. Живые существа. Расстояние между планетами. Всякие законы. Все согласовано. Все точно. Математически точно. Каждый атом на своем месте. Он говорит. Я. Не знаю. Что это за разум. Но я должен встать на горе. И снять шляпу. Энждей. То есть путь-то заканчивается. Видите где. Транс. Человек подойдет в транс. Когда создастся. Это начало. Вот человек шел. Шел. Дошел. До предела. Какой выход? Люди говорят. Либо угрешь. Либо иди туда. Ну. Пойду. Интересно. Может быть. Я не верю. Никогда. Каждый не помещался. Я не верю. Если бы. Каждый не верю. А тут. Реально. Реально. Это несколько слов. Если есть вопросы. Дай помоги. Поднимайте руку. Пожалуйста. И вам передадут микрофон. Наверное. Еще стесняются. Наши зрители находятся. Стесняются. Молчаются. Нет. У меня есть такой вопрос. Александр Геннадьевич. Вы сказали. О чуде. И о том. Насколько. Важно. Чтобы мы находились. В состоянии. Вот этой внимательности. То есть. Не просто так. Ну. Помолился. И пошел. А именно. В критическом. Каком-то состоянии. Проявляется молитва. Нет. Не надо ждать критической ситуации. Я об этом хотел сказать. Не надо ждать этого порога. Это называется йога. При помощи йоги. Можно сосредоточиться. Специальные упражнения. Существуют. Как сосредоточиться. Как мысль направить. Да. Вот это утрость. Это. Югическая практика. Которая я знаю. А потом. Когда вы умеете себя дотачиваться. Можете творить. Как молитву. Не сразу. Боже. 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 Пусть все мои враги сдохнут. Как мы такие молитвы. У Бога нет права. Это все равно относится. Что это за молитвы вообще? Или заупокоить душу. Или дай мне здоровье. Иисус говорил. Разве кто-то из животных просит у Бога хлеба. Или одежду. Или здоровье. Это дается автоматически беспрость. Необходимо также развить разум. Если мы обращаемся к высшему разуму. То нужно развить тоже свой разум. То, что бабушка пошла в лес за хворостом. Сладенькая бабушка. А там дрова си оксином. Дрова хворост. Складывает. Связывает. И сам же на голову кладет. Потому что сама не поднимет. И она вот с этим хворостом ведет домой. Спотнулась несчастная. Уронила хворост. И не может поднять. Там в лесу одна. И так. Эдако. Нужен огонь. Нужно топливо. Что делать? Она подключается к Богу Божьему. Бог является при ней говоримым. Я в тебя услышу. Что ты хочешь? О! Спасибо тебе Господи. Поставлю ты взял на голову. Если что хочу. То есть нужно еще понять. Разобраться в наших желаниях. Не думайте, что все желания могут быть по душе. Бог называется Ахимсом. Слышали что такое слово Ахимсом? Ненасибие. Он Ахимсом. Вся Ахимса исходит от человека. Нет Бога. Он не причиняет никому вреда. И если человек творит какое-то зло. И получает за это реакции. И страдает. Причинно-средственно-средственно. Акция-реакция. Нужно заботиться. Он работает на всех этих уровнях. Скрыть ничего невозможно. Ничего нет. Таином, что не станет явным. Есть такие тонкие свидетели, которые мы даже не осознаем. Их присутствует. Вот этот свет уже свидетель. В сердце свидетель. Воздух свидетель. Это написано в древних трактах. Ничего скрыть невозможно. Ни мысли, ни слова не поскрыть. Но от человека что-то можно скрыть. Можно что-то, кого-то однунуть. Но за это человек подлез. Перед тем, как он был. Перед тем, как он сказал, что он не знал. Перед очень. Как говорит, Бог все знает. Бог все слышит. Мы не понимаем, как он понимает, что и где он вообще. Одну женщину спросила еще в те годы. Давно в советские люди пожелали. Я говорю, вы в Бога верите? Верила, как могу сказать. Сейчас-то Бога не верила. Она говорит, нет, не верила. Я говорю, почему? Раньше-то верила. Раньше так. В принципе, все как-то верили. Но как Гагарин слетал в космос. И там вернулся, и Бога там нет. Нет, Гагарин же не так. На школе так же вечеринят. Ад под землей. Ну хорошо. Мы сейчас будем шахтой, добываем уголь. Никакого одной нет. Смотрите. Практор и все. Вот как нас воспитывают. Сегодня мы с вами уже больше подкованные. Не такие темные. Мы понимаем, что другие измерения существуют. Физики, математики. Парапсихология. Алхимия уже становится к нам. Он лежит в научной теме. Приближается к научной теме. А раньше листья какая-то листья какого-то обманчивается. Знаете, пророк Мухаммед, он же за одну ночь побывал в Иерусалим и вернулся обратно из Мекки. Написано в Коране. Он, когда онился спать, столкнул рукой кувшин с водой, стоявший рядом. И вдруг верит, что палатка открывается и входит. А Архангел Гаврихил. Он забыл про кувшин. Светяющийся Архангел. Он говорит, что... Так, в смысле, в Путае, там какое-то мифическое свещество, крылатое. Какое-то типа сфинкзы. Садись, Сейма говорит. В магия они перенеслись. Мыру ссорим. А там что? Он говорит, в Северный лес. Покровалые звезды их как бы разделяли. Запасли в Покровалово. Там, вот тут, в носок, у нас. Он разговаривал с Богом. Который говорил, что он, во-первых, должен был. Он поговорил долгое время. Там описывается, в чем он говорил. Снова сел на это существо. Пинулся обратно. Дошел в палатку. Успел подхватить кувшин и поставить кратно. Давно упрошел звезды. Вы знаете, что после этого случая? Он рассказал с ним последовательного года. Почти все ушли от него. Какая-то ерунда. Так, каким образом можно перезадим? Добраться за одну ночь туда и обратно. Еще и кувшин поднял? Нет, какая-то урожа. А сегодня мы не удивляемся. У нас есть такие фантасты, что, оказывается, все возможно в этом мире. Так и написано в древних книгах. Возможно все обрести в этом мире. Все. А вот вопрос отзывается. Только одна вещь, где можно придти к любви. Это есть вожделение. Возьмите, что такое наркомание. Это вожделение. Это флорно вожделение. Что такое алкоголизм? Флорно вожделение. Что такое проституция вожделение. Что такое жанр за деньгам? Это вожделение всех. А если очистить, поднять и раздевать это качество, это чувство, это вожделение, эту энергию, она снится любовью Богу вверху. А внизу это ужасная вещь. Онешне самое прекрасное вещь. И возносит эту энергию маленькую. Возьмите Богу туда. Давайте вопрос отзывайте. Если кто-то против, тоже можете быть. Есть что сказать? Есть. Как тебе зовут? А я моя. Спасибо большое, Александр Ильич. Скажите, пожалуйста, мы сейчас увидели такие критические случаи, и вы говорите, что молитва работает в критической ситуации. У нас здесь дети, подростки, многие живут в благополучии. А с каким настроением тогда нам молиться, так, чтобы эта молитва была услышана? Итак, смеште вот в данный момент, конечно. Есть несколько способов. Один способ – это философское отлично. Например, все мы с вами умрем. Согласны? Как мне? Не согласны? А, так не хочу, хочу, не хочу. Я, по-другому, тоже не хочу. Кто хочет, так и не ведет. Никто хочет, так и не хочет. Я тоже не хочу. Но так будет, если мы это сознаем, мы с философами, с вами становимся, нам будет молиться нецетативно. Другая сторона. Если вы познаете душу, свое «я» познаете, вы не будете бояться смерти. Потому что вот эта духовность вставляющая, она не умирает. Не погибает, когда уходит тело. Как одежда спасается тело. Если вы осознаете свою внутреннюю суть, страха не будет. У вас будет радость. Молитва в радость у вас будет совершаться. Бесстрашно. Но это, когда вы познаете душу. А пока душу не познаете, страх будет другом дать рано. Или какая-то необходимость. Потому что, когда все хорошо, вы будете забывать о Боге. Как один человек знакомый. Он такой, ну, святое лично. Для меня очень чисто. Старше меня, по возрасту небольшого. Он в Индии был, когда одно время там. Случилось в интерьере тронера. Прямо трясло вот так все. Двигались, стены стали рушиться. Дома были небольшие, какие-то частные такие, глинобитные. И люди знают, там часто случаются толчки. Они, когда начинаются эти толчки, они знают, нужно убегать на улицу, ложиться на землю. И молиться Богу, произвести им на Бога. Это традиция. И вот люди все высыпали. Он тоже их на землю. Снимали громко, повторяли им на Бога. То, какие и знают. Займем много. И он тоже повторял. Но, интересно, что он сказал. Они повторяли и просили, Боже, Боже, остановились толчки. Спаси наши дома, наше имущество. А он говорит, Боже, Боже, потряси их еще немножко. Пусть они продолжают повторять твои имена. Вот кто кого, знаете. Что же благо, как он остается. Сразу толчки заедут. Не так, что нужно быть в каком-то стрессе постоянно, знаете. В радости это возможно. Я, когда исключал иконописы. Как художник. Я сначала как художник, изучал искусственные иконописи. Я, почему-то остановился. Меня это просто вдохновляло. Думаю, не души. Русские миссии. Просто иллюстрации. Просто шок какой-то. Я замечал одну вещь. Начиная с XII века, это хуже, что это с XI века. Диалитий, Феофан Грек. Тоже Андрей Рублев. До XV века иконы были, свидетельствами радости. Другой был устроен. Молитва была радостной. Начиная с XVI века и XVII века мы видим, что темнеет. Говорит. Боже, скоро будет. Я был в Уссене. В одном городе, там, наверное, присоединился почти все религи там. Другой храм. Все живут там. Место очень мощное. И вы пошли туда, где вот храм Богосподни, то есть Диако скрадывается, что-то. То есть тут хорошо, конечно. Я не знал, что я там почувствую. Просто пошел впервые. Была какая-то очередь вот к этому месту, в той самой иконе Бого-Матери. Но то, что там пережил, не поделывалось никакого описания. И это было, как сказать, не скорбь. Вот как сказать, как это не скорбь. Это не скорбь. Это сродни тому, как вы выглянетесь сильно, а потом разлучаетесь. Очень сильное чувство. Почему? В одном гновенье. Меня проделывает эта мысль. Неужели это возможно? Неужели вот такие личности бывают? Как Иисус устроен? Неужели это возможно? Еще неужели такое сострадание, что, вы знаете, вот все грехи людей взяли из себя, и все. И вот там я почувствовал вот это его сострадание. Я говорю, в шоке. В шоке. То это невозможно. Ну, я вспомнил об этом. Там, там написано. Когда вы видите душу, вы говорите, не может быть, невозможно. Вы видите, и вы видите, это невозможно. Ребята, слышите, что это невозможно. Чудо не в том случае, не в другом случае. Знаете, вы верите, знаете, вы скажете, чудо. Это невозможно. Вот такие чувства там пришли. Но скорби не было. Было какое-то глубокое особое вещество. Вот этот факт, вы видите. И наш Дублодочник сказал, Христос никогда не умирал до креста. Это другая история здесь. Это не человек. И вот, видите, мы с вами люди, мы близко, божественно. Нас трогают какие-то сформа, люди, нас трогают любовь срок. Мы животные, люди, близкие, божественные. Вот это нужно нам показывать в кино, в искусстве, в жизни. Дети так почувствуют свои руки, трогаем, высоким, меньше грязи, больше света. Киносвертый, свет, чтобы он был своей лучшим. Ребята, смотрите, говорит, невозможно, мы такое сейчас пережили, невозможно. Потрясающе. Вот что мы ждем, это жестко. Соприкоснуться с невозможным, с великой тарины. А она существует. И вы называете словом Бога. Условно. Это условное обозначение. Математика, изучали? Да. Что это такое? Бесконечный. Значок. Просто значок. Условный. Мы же не можем это представить. Значок. И это слово тоже. Мы не можем это представить. Это обозначение. Вот это интересный вопрос для искусства. И раньше в Союзе был такой мадрид-профел писал как он. Все знаменитые музыканты русские писали для хоров церковных. Все вызначали духовно. Люди стали с материальными. Там важнее друг перед другом. Трясись. Начало. Для этого музыка служит. Ну хорошо, потряситесь немножко. Чуть-чуть только решится. Но только проблему. Видели проблему? С этой же начинается. Все, что делали. А нам нужна любовь. Чистую. Если есть вопросы, пожалуйста, если нет, мы продолжим. у нас есть еще один фильм. Да, давайте наши вопросы и после этого перейдем к следующей работе. Хорошо? Добрый день. Скажите, пожалуйста, когда у человека критическая ситуация есть зависимость, но он сам с этим не справляется, молитва близкого, я так понимаю, что это вроде его благо, но не будет ли это каким-то насилием. Да, дорогая. Спасибо. Тот, кто попал в эту зависимость, в эту ловушку и не может вырваться оттуда, он приходит из центра революционного и тут же начинает искать телефон и снова не может там сковывать это желание. Не может вырваться оттуда. И вы можете получить его, если он сам этого хочет. Вот при этом условии. Если он хочет вопрос, что желает. Сам желает. просит или не просит, но желает. Исправится от зависимости. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Он должен сам хотеть освободить этой зависимости. В этом случае любой может ему хорош человеком может. И я могу помочь, если вы умеете молиться. И его можно научить. Но если он не хочет, что он сделает? Спящего человека не хорит будет. А тот кто притворяется и спящего не остается. Чего всех не осталось? Вот чем проблема? Сейчас спросите, кто хочет научиться молиться? Много будет в школе. Это и без молитвы. Вот есть настрелки. Хорошо. А вот интересный вопрос, что есть в школу. Молитвы дают в школу. Приходите все. Бесплатно учитесь, пожалуйста. Кто придает? Надо прийти. Серьезно, чтобы учиться. не просто прийти, полюб искать и уйти. Это не черная магия, поймите. Где приговорил, приворот сделан, пошел. Это наука. Это наука нам требует, требует образа жизни определенного. Потому что инструмент познания это делает умное чувство. Я сам. Мне не только образ жизни при приступленном, чтобы понять, настроить свой ум и чувство на это восприятие. Ведь ради приема, если вы не поймаете волну, ничего не скажем. И вы должны стать приемником. А нужно менять образ жизни. Это не дешевая вещь, общаться с Богом. Не вружки. Все подождем. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Мы затронули немножко эту тему. Химса, Химса. Как же понять в нашем сознании что в этом мире происходит по воле Господа что творим мы? Мир, в котором мы живем, есть много, есть энергии. И все издействуются на принципе васту. Что такое васту? Васту означает неизменный любовь. Например, секундная стрелка это будет. И вы не можете вернуть обратно ни одной секунды назад. Васту. Неумолим. Вагон. взрослый человек туда за всю трубу получит ожог. И ребенок владеет и за свою трубу тоже получит ожог. васту. Вот так устроен. И умолимый закон это будет. То есть не под нашим контролем. Больше столью. Они не упадут. Так же верны, смерть. Вот нужно прежде всего понять. Есть закон васту. Они работают точно. В материальном мире не бывает прощения. В материальном мире прощения не бывает. Это как закон васту. Совершил преступление тюрьма. Не было еще ни одного случая, что суд просто простил убийцу. Не имеет права. Можно наказать васту. Родственники плачут. Друзья плачут. А все равно накажут повесить репутиву по царю. Закон есть закон. Мы живем с точки зрения закона в таком жестком мире. С точки зрения закона. Почему обращайся к Богу? Прощай к Богу. Кто управляет этим. Сами простить может только тот может отменить царю. Давайте пример царя. Царь может осудить кого-то в тюрьму. Так преступник. Хорошо. Вот почему. По жизни вы злодеяльный закон. Но в древней традиции, в очень древней традиции, царей спускались в тюрьму и посещали лично. если кто-то раскаивается сердечно искренне и царь видит он амнистировал человека. Отменял закон потому что он имеет на это право. Никто другой не может. хрибщик не может никто не может кроме того кто управляет этим законом сновидцем. Если грехи прощает Бог до Иисуса прощает грехи вы обвиняли фарисея. Ты кто? Бог что ли? За что его так обвиняли в такем раке? Либо Бог прощает либо кто-то от имени Бога имеет полномочия простить убрать эту карму. Судьбоносный закон вас отменит. И считается что карма это высший закон материального мира что посеешь не прожить. А выше этого закона прощи. Прощи. теперь давайте посмотрим легко ли просить прощения. Легко ли прощать. Прощаете прощение будет так сделать. А легко ли это сделать? Сегодня мало кто-то может делать. Формально даже прощают но не могут цепиться. На самом деле не прощают. Это вне наших человеческих сил вообще простить кого за какую-то серьезную обиду за злодеяние. Вы можете за злодеяния кого-то простить? Это сложно. Это очень сложно. Почти невозможно на обычном уровне. Мы требуем закона. Отмещение. В уме или на деле мы боремся даже справедливости. Кого-то наказываем, кого-то убиваем. кого-то там и так далее. Весь мир такой сумасшедший сегодня, потому что нет прощения. Вот на Хабхарате говорится, если вы на каждую пощечину отвечали пощечину, если вы на каждую дурную слов отвечали дурных слов, если вы на каждую удар отвечали ударом, этого мира давно бы не существовало. Он существует пока еще кто-то может прощать. И кто это? Это мать мира представляет Бога. Она может прощать любые вихи. Такая сильная была. Поэтому Писание говорит, что после Бога пополняется с матерью ванну с махидом. В Коране говорится брать под ногами твоей матери. После Бога пополняется мать. потому что она умеет прощать. Отец может прощать. Тот, кто на самом деле вас любит. Нужно разобраться, кто же нас не свершает. Которые творят, не ведая, что творят, а потом плачут, когда больно. И обвиняются. Вот как мусульман. Ведь мы не себя обвиняем в своих страдах на кого-то ищем. вот какой жесткий материал мир который нужен. Поэтому говорится, береги честь, могут быть, а серьезных грехов не совершат, потом плавы будешь. И кто тебя потом простит? если даже не знаешь законодатель кому-то обратишься. И здесь, конечно, в этом фильме серьезный вопрос поднимается, который достанет многих людей, атакуют поднимают Бога иду по Алмате утром, там кто-то написал с меня Бог любит тебя Бог не покажешь. Прохожу мимо, через несколько дней иду дорогой утром, мне же написано, а почему тогда он забрал Васю и начал брать достойную любовь. И ответа даже не было. Люди сами же не знают, как ответить. Если Бог это любовь, то вот кто-то назвучит буквально человек. Если вы видите ужасы войны, скажем так, где же Бог уже? Да ужасно, что предусловие. Да невинные же люди страдают, это безгрешный день. А вы о Боге говорите, о любви говорите. Видите, какой скорлужен точен. Эта тема рассматривается во всех священных книгах. Нет, не что-то новое. И Достоевский в этом тоже начало братья Караматова и та же самая тема. Где же ваш Бог? И мы подожисляем Бога с человеком, а себя с Богом с Судью. Вот такой бель был, в общем, с с с с с с с с я здесь все чувствую Богом. Смотрите, я сам обречаю, кому-то омстить, кого-то простить, кого-то не простить, себя любить, потому что не к себе все заповеди соблюдаю. Я обречаю войну кому-то или мир кому-то, кого-то наказываю, сам себе законы издалю, и считаю, что это правильный, струблив будет. Когда случается стихийное бельство, я богоприя нас. Он не имеет права нас наказывать, я имею право судить людей, а он нет. лишь только потому, что я не понимаю за что. Я не разве это созмаю. Когда причинно-следственная связь, если бы ничего не сделала, смотря на точную зрение, ничего не сделала, что послужило. Есть прораб факарма, есть апрораб факарма. То есть представьте, что человек выпил яд. это еще апрораб факарма. Не про яблок. Вы еще сразу не уйдете. Какое-то действие яда. В это время, пока яд не вошел в кровь, вы можете вычистить желудок и освободиться. Вычистить. А прораб факарма? Прораб факарма значит, что яд уже вошел в кровь, и вы ничего не можете сделать. Вы умрете. Умерла однокашница, старший факарма, там, на классную шла. Выпила яд, потому что из-за любви, любви, из-за девушки пришел полчаса. Пока приехал доктор, спорная помощь, и доктор приехал, посмотрел, сказал, уже поздно. Он был так разгневан, на ее поступок говорит, сказал, ты хочешь жить? Она, да, кричала, да, и сделала, ну, так вот ты не будешь еще из-за ушел самопица. Вот так он жестко поступил, что же ты делаешь, не думай. Много раз, потому что я пошел в кровь, если в нашу кровь войдет зло, что вы с этим будете делать? если в нашу кровь войдет алкоголь, наркотик, вы не сможете вскроверить за этот вас, то кто войдет. Вы понимаете? Тогда он войдет за Богом. Вот когда Бог освобождает этот вас, то он понимает, что это Бог, в который мы никогда не обращаемся. он не умеет обращаться с Богом. Один великолепист сказал о современном мире. Знаете, что? Главная проблема в том, что современные люди не изучают, не обсуждают вместе с священными людьми. Вот же они не умеют мыслить как молитвы. Они даже не могут понять, кто такой Бог. Личность это нечто абстрактное. Что там вообще такое? Или пучок святый, что такое? Или ничто, не пустота? Они понятия не могут. А мы говорят, молиться Богу. Какого Бога? Любовь означает личностного. Представьте, женщина, которая говорит, ваша подруга, я влюбилась, выхожу замуж. Вы спрашиваете, а кто это? Есть фотография. Как зовут? Ну, кем работает? Кто его родители? Говорит, не знаю, еще никого нет. Фотографии нет, имени нет. Просто влюбилась и скоро выйдет. Такое бывает? Нет, она личность, если вы любили, соберете замуж, вы должны знать об этом человеке. Все практически. Любовь к Богу мы в глаза не видели. Где наш опыт? Но где действительно опыт, кто скажет, а кто видит? Ага, нет, бахти, лаун, даже мальцам, говорится. Видит только тот, кто занимается бескорыстным, преданным служением. Вот тогда он получает глаза. Бескорыстная деятельность. Корыстная деятельность затмевает наш взор алчностью. Мы не видим Бога. Мы не видим, что все в этом мире принадлежит Богу. А нет. У него здесь ничего нет. У себя ни с чем. Пришел, ни с чем не был. Что затмевает наш взор? А отождествление с плодами своей деятельности, отождествление с этим телом, с этим Богом, с этим национальностью, с этим национализмом. Вот мой век в чём-то в этой ложной самоопределённости, ложной горлости. Когда мы освобождаемся, мы видим, что на самом деле все живые существуют, принадлежат ему, даже младшим. Живкие очень сильно наражу. Я считаю своими. Это тоже собственность Бога. Мои или мой ребёнок это собственность Бога. Есть целая история, сейчас не буду рассказывать, большая история о Фёнах Багавата Пуране. О одном царе, который не имел детей. Было много жён у него, где-то сотни жён, но у него не надо было. Царь страдал, потому что он хотел передать престол, наследника иметь. Очень сильно страдал, в конце концов. К нему мудрец пришёл, чтобы дать ему какие-то знания высокие, как царю, да, царь был не готов, сколько им было этих желаний, наследствия. Я ему даю слово, хорошо, он рассказывает, выгодите ребёнок. Харша шока, выгодите. Харша шока. Харша шока означает горе и радость. Вместе. Царь не пришёл, но он имеет в виду, что сон будет неслужный, нестерктивный, не страшный план, что это сон. Я ему сказал. Это началось совсем другое. Когда родился этот ребёнок у одной жены, 99 жён стали завидовать. Это накапливалось здесь, и там, потому что Царь Божий перестал обращать внимания других жён, но она обращалась только с этой, своей женой, матерью, ребёнкой, они были там вместе, постоянно эти жёны почувствовали, что они предберегают, что они превышаются в рабыне вслуг. Они стали завидовать дольфинник. Такова древняя соль. Яня пришла однажды, кормилиться ребёнку и заметила, что она девица. Взяла перышком к носу и выгила в облак. О, вот. Толкожданный, желанный ребёнок, единственный, мёртвый, я прогританный век, забрать мне своё сны, свои волосы. Царь был где-то в отъезде, царица стала с ума сходить и протринать Бога. Царь по столу на конца, царь даже на коня не сел в сумасшествии, бегом бежал, спотыкался, в хуров разбивался к лицу, когда пришёл, увидел, потерял сознание. Нет. Они были готовы умереть вслед за этим ребёнком, а царица говорила, какой ты Бог вообще, как ты устроил мир, если бы был Богом, на самом деле, ты бы никогда не устроил мир, где бы дети раньше, родители умирали. То, что здесь говорится. это неправильно. И тут снова их смотрит и сказал, очнись от мировых. Столб. Была ли ты душа раньше, твоим сыном? Будет в будущем твоим сыном. Являясь ли счастливым сыном? В дальнейшем я не боялся, чем посмотреть. Я уступила бы ее. Она могли своей сегистической силой сделать душу видимой в этой комнате и все. Столб. Зайди обратно. В душах основа столь-сбородов другими силами. Посмотри, как он ты принёс Бог своим родителям. Прежде чем покинув этот мир. Посмотри, что он несёт. Может быть, ты вернёшься обратно. не будешь будь причинить душу. Ребёнок заговорил как взрослая душа. Мои родители сказали, ты кого я ищу этого? Этих. Потому что у меня было много родителей в прошлой жизни. Он заспал он сказал. Я должен идти дальше. Я пришёл с любой целью. Дело в том, что мы были в прошлой жизни врагами друг другу. Я пришёл в причине боли. Он сказал, что это царь палом. И мы говорим, что мы слышим, мы это всё видим. И это говорится, что по одному движению вы танцы не увидите. Какого-то эпизода мы не сможем понять всего целого. Верите, что кто-то страдает, но же вы не знаете причины. И хорошо, когда надо сострадать, но понимают, что есть еще большая причина, и я об этом не все знаю. Кто-то знает лучше. Когда совсем плохо, совсем уж тяжело вытащить, а тем развиваться в вашей жизни. Нужно, говорят христиане, читать историю биома. Это самая жуткая история. Но там хороший урок. Мы учимся не только в жизни, но и в смерти. Мы переживаем это тяжелое, кстати, дело. И вот нам нужно научиться жить в знании. А какое знание? Костя коротко сказали стих из Бхагава Гитая. Родившийся, обязательно живет. Умерший, родился снова. И когда он прекратится. Поэтому мне, так сказать, вопрос не о том, кто живет и кто умирает. А о освобождении души и свобождении смерти. Освобождение души и свобождение смерти. Потому что любой живущий все равно умрет. И снова умрет. И снова родится. Вот. Вот. А не потому, что кто-то сейчас умер, а кто-то все еще жив. Потому что все умираются. Вот она какая-то. Все умирают, а двоя нет. Ты должен жить. У меня тоже. В этом мире, да. Такое заболевание. Тело изнашивается. Так старая дежда. Так и есть. Если вопрос, то есть соображение, потом пробуй. Может кто-то хочет сказать? Также можно поделиться и своим впечатлением от фильма. Все тут впечатляют. Ну что, скажите. Ну что, скажите. Да. Есть решение. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Александрович. Такое вопрос. Есть такое усказывание. Одной лесенке судят плоды. Сейчас услышала. По одному движению. А танцы не судят. Никитик Министров. Тут. Разбираются. Угу. Есть два примера. Вот как будто противоречивые. Если вы хотите понять, готов ли рис. Вы берете одну риску в каплю. Достаточно. Все. У нас есть рис. Готов. Только что мы сказали. Это причинно-следственная связь. Что такая длинная цепь существует. Причинно-следственная связь. Что одному поступку не сможешь понять цель. Правда. Причинно-следственная связь. То есть последовательная связь. А есть одна среда, в которой находится живое существо. Это разные вещи. Например, если вы делаете химический опыт. Нужно. Там много реалентов. Там необходимо учитывать пропорции, температуру, вреда, последовательную источность. Если вы точно все это измеряете, точно делаете, будет результат. Если вы не учтете всех этих условий, результата не будет. То есть нужно знать свойства каждого реагента, их соединения и так далее. Но в одной емкости одна среда. Одной молекулей можете понять. Полный цель. В одной емкости. А в последовательности этих процессов. Видите, что происходит? Единственное разнообразие с прикосновением. Если хотим об одной среде, то по одной резинке. Одна кастрюля, одна температура, все. Одни условия. По одной резинке. Если мы принимаем одну концепцию с вами, скажем, коммунизма, мы уже знаем, как будет развиваться общество. Тогда можно сказать будущее. Если мы видим ваш характер, ваши качества, которые не меняются, можем тоже упредить ваше будущее. Но если вам удастся менять эти качества по следователям, даже после своего взаимодействия, это никто не сможет безблагодарить. Будет неожиданная вещь в своей жизни. Интересно. Интересно вообще. Но если я постоянно нахожусь в своем одном качестве, будущее предыдущие предыдущие дюйма. Не знаю, как это поменять. Не знаю, как это поменять. Спасибо большое за то, что вы посетили фестиваль. Делитесь такими сокровенными вещами. Спасибо вам поклону. На земле. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот в этом фильме, в том же фильме, который мы сейчас посмотрели, там бневидическая, больше католическая концепция рассматривается и священник, как бы католический, христианский. И я вот тоже, скажем, по долгу, крайне служба, просто вот общаюсь с разными людьми, с теми же католиками, бывают даже с язычниками. Но мы говорим сейчас о католиках, о христианах. И бывает вот не просто, что вы такое не христианское. Вот как вот с ними, коллегами общаться, чтобы не затронуться, не отведить их? Это из моей жизни такое. Спасибо. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, я лично не должен, не должен верить людей по конфессе. Для меня не существует ни католиков, ни православных, ни мусульман. Нет. У меня существует духовный труд. Дальше. Да. И они делятся на три категории. Любая конфессия. Начинающая называется Калиништейн. Санскризм. Средний уровень Матхиама. И в высшей ступень Уттамы. Сверхматериев. Все уже духовно. Святочек. Святой, он везде святой. И в каком-то. Калицизм святой. Православие святой. Где угодно он святой. Это уровень сознания. Это не конфессия. Конфессия это внешняя традиция. Это язык. Это обряды. Это одежда может быть. Это форма храмов. Музыкальное спрождение или нет. Духовное или нет. Это чисто внешнее различие. А внутренний смысл. Вот духовный. Начинающий конечно означает. Человек имеет веру. Но еще не имеет возвышенных качеств. Еще не разум. Духовный. Это обычно фанатик. Фанатик который говорит. Что Бог только в моей велике. За пределами моего храма. Там Бог. В других храмах это уже не Бог. Это вера в ступень струкса. И они ссорятся. Конфликтует. Вадиметь религиозную. Ссорятся между собой. И на расстоянии необычном. В своем храме. И все. Свой мастер. Черный стиль. Свой встав не приносит. Вот только вера в душу. Между ними очень сложная отношения. Мадхиама и середина. Это человек одной ногой в материальном мире. Одной ногой в духовном мире. У него есть опыт большой. Поэтому он дружественно относится ко всем духовным людям. Любых интересов. Если он знает, что вы практикуете. У вас есть духовная практика. Он не спросит в какой вы традиции. Важно, что вы связаны с Богом. Он важный. В какой бы одежде вы ни были. Собака. Хозяин его знает любое одежду. По запаху. Запах тот же самый. Бог один. И Утама Атхиама. Это. Это. Пророк. Они могут устанавливать религию. Иисус Христос это Утам. Пророк Мохаммед это Утам. Последствия Матхиамы и конечно. Им нужно управление. Поэтому они строят церковь, организации. Потому что если вы на начальном уровне. Необходимо управление. Отделенный контроль. Духовный. Наставники должны быть. И послушники. Потому что если не будет наставничество. Не будет организации. Но фанатики. Все что будет. Мы это Богом. С нами Богом. Потому что они еще фанатики. Они еще не развиты. Поэтому начало всегда вот такое. Это фанатиц сентиментарность. Это опыт. Уже знание какое. Это Матхиам. Это уже не способно мир установить. Уже может мир установить. Но Уттама это редкое явление. Но это тоже есть. Руки есть. Поэтому обычно когда. Человек с следующими писаниями. Если в писаниях этого нет. Тогда я не могу это принимать. Не будет. Не будет. И что из этого получается? Смотрите. Ведь все. Ведь многое что я имею сказать вам. Всего не вместительное. То есть не все было сказано. Объяснено. Были притчи. Научно не было объяснено. И тогда что это происходит? Поскольку религия не может всего объяснить. И вот отбегают. И устанавливают. Материалистическую науку. Агностицизм. Который может объяснить. Химические процессы. Физические процессы. Биологические процессы. Психологии. Но не Бога. И на место Бога становится науком теперь. Дает нам телефоны. Ракеты. Но верим. Вот что нужно. Если вера не подтверждается знанием. Давайте совместим. Науку. И религию. Вот это такое. Тогда люди не будут говорить о конфессиях. О конфессиях. Их раньше никогда не было конфессий. Ну ладно. Религия. Временам капает. Не было нутристианства. 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 Один Бог был. Одна абсолютно. И объяснен философски. И все. Все хорошо. Это религию. Христос не принесет какого-то еще одного Бога. И Мухаммед не принесет еще какого-то одного Бога. Он сказал. Мы приходили раньше. Помните? Передавал. Мухаммед передавал. Мы приходили раньше. Как Иса, Муса, Мария. Кто такие? Моисей, Иисус, Ария. Та же самая традиция. Та же самая Бога. Но мы различаем Ислам и христианство. Время. Не саме подумать. Люди враждовали до Иисуса, во время Иисуса и после Иисуса. Иисус не враждовал ни с мусульманами, ни с христианами, ни с Кришней, ни с кем угодно. Они никогда с ними не враждут. А люди враждовали до них, до них и после не враждут. И даже после не враждут. Потому что оставить только свои убеждения, только свои права – это относительно истина. Я обманываю тебя. Абсолютно истина. Кристианин. Будет больно, если руку придется. В мусульманин будет больно, если руку придется. Человек. Человек. Так же чувствует боль, наждебный, истинный, истинный. Человек. В запахе. Как выясняется. Часть. Кошки и собаки. В чем проблема? В запахе. Редвижение. Цветы раздражения. Эмоции раздражения. Животное сознание. Без Бога вряд ли мы сможем это? Да, конечно. Приятно слышать в жизни. Трудно слышать. Есть еще вопросы, пожалуйста. У нас подходит время на эти вопросы, прошу. Большое спасибо, Александр Геннадьевич, за то, что вы с нами, за то, что вы рассказываете таким, на самом деле, важным вещам. Трогайте сердце каждого из нас. И у меня такой вопрос. Сейчас, мне кажется, в мире, вот, с событиями разными, они касаются все больше и большего количества людей, все ближе подходят к нам. И мысли о том, что мы все смертны, да, они очень близко к нам становятся. И я думаю, что многих людей события так или иначе решатуют, подрагают в уныние. И в то же время христианство говорит о том, что уныние – это грех большой. Как же, вот, людям действительно находить эту радость? Таким образом. Спасибо. Хороший вопрос. Уныние, скорбь, депрессия. Не пускайте это в сердце. Вот, чем грех. Вот, чем грех. Вот, чем грех. Естественно, если меня кто-то обидел, я чувствую это. Если кто-то не спривидлив ко мне, я чувствую это. Почему я? Но мы не должны пускать это в сердце. Потому что, если мы пустим в сердце обиду, боль, будем ненавидеть всех людей. Почему тут все люди? Человеку изменилось живо. Он начинает вывести свежим человеком. Вот, чем грех. Вот, чем грех. Не пускайте в сердце эту обиду. Переживайте, конечно же, без чувства. Как же? Мы же люди, мы живы существа. Но в сердце мы будем Богом. Не пускайте в других вещах. Держите в чистоте в своем сердце. Встречайте эту драгоценность. Нельзя терять веру Бога во Иисус Святой. А если вас обманул священник какой-нибудь, скажем, скажите, а? Религия вся ложь? Это ошибка. Не вся. Есть ли на глазу катаракта? Уже не выкалывайте стириком глаза. Катаракту снимают. Не смешать этот причин. Напускайте склоны в сердце. В душу. Это наш выбор времени. Это наш выбор. Наш выбор стать сильным человеком. Не поддаваться этим слабостям. Ставать на колени перед вот этим миром, который обманулся. не сдаваться, а оставаться человеком. Духовно. Это духовная сила. Как вы поддерживаете? Читайте священники. Именно Бога изучает. Вы увидите, какую силу вы увидите. Потому что это настолько позитивность, настолько возвышенность. Немать реальность. И убедительно проникает в сердце. Конечно, когда мы читаем и понимаем, мы можем потерять интерес. Это вопросы. Нужно обсуждать. Нужно добиваться, понимать. Нужно учиться. Это же наука. Не ждите, что это творчество по себе спустится. Нет, нет, нет. Нужно сделать это. Поэтому в этом такие фестивали, киносилеры. Вы занимаетесь творчеством. Но давайте через творчество стремитесь в доброте к любви. Божественно. Думайте. Обсуждайте. Вместе. Творите. Показывайте людям. Все самое лучшее. Вдохновляйте. Вот что назначено. А не опускаться в скорбь самим. Кому-то это поможет. Всёч Bangladesh steril. Спасибо. Спасибо большое. Уважаем combo. Спасибо. Спасибо большое. Уважаем для talked ketan.